Марина, сотрудник бюджетной сферы, пишет. Слышали, что в республике существует единая информационная система по управлению автобусами. Скажите, могут ли ее использовать жители через мобильное устройство? Я бы сказал, пока это не управление, пока это контроль. То есть первая задача управления – это наладить контроль, знать, где автобус находится, с какой частотой ездит. Это вот как раз таки карта, да? Но это уже следствие этой системы частично, потому что здесь мы видим как раз маршруты как муниципальные, так и межмуниципальные. Те, которые работают в нашей системе, региональной информационной системе. И они, по сути, ретранслируются уже в Яндекс.Карты. И, соответственно, вы можете открыть Яндекс.Карты и увидеть те маршруты, которые в этой системе есть. Кроме этого, вы можете по остановке увидеть время прибытия на остановку. Пока это еще отрабатывается, заключили соглашение с Яндексом в этом году, в начале года. Надеюсь, это будет эффективно работать, и люди смогут дополнительно контролировать движение автобусов. Но это пока не все рейсы в этой карте есть? Не все. На сегодняшний момент это Коми Автотранс. Причем он транслирует систему еще и до заключения соглашения с Яндексом. Это одна из наиболее эффективных компаний в республике. Соответственно, это и раньше можно было сделать. Но мы туда добавляем и тех перевозчиков, с кем заключен контракт у республики. То есть там есть 101, 174. То есть частная компания, они тоже транслируют все эти данные. И пока только Сыктывкарские? Не только. Вот есть 208 тот же самый. Пока не все маршруты, то есть там бывают сбои в системе, и не всегда это видно. Но со сбоями, я думаю, мы будем бороться и переходить от контроля к управлению движением, чтобы сбоев не было. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова